МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семьи нет родственных связей. Такие семьи, где есть мачеха, отчим, пасынок, либо падчерица. Сложные слова, непростая ситуация. Но обязательно поможем в ней разобраться. Сегодня в программе «Сложно сочиненная семья». Найдем ответ на вопрос «Родитель, тот, кто дал жизнь или тот, кто воспитал?» Звезды мачехи. Расскажем, кому из селебрити удалось стать примерным родителем. На этот раз никакой тактики. Узнаем, как наладить отношения с отчимом. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Бывает так, что родители расстаются. И это действительно непростой момент. И дети остаются либо с мамой, либо с папой. Здесь на самом деле возникает сложный момент. Ввиду того, что у родителей могут появиться новые отношения. Называть нового члена семьи мамой, папой, мачехой, либо отчим вопрос на самом деле индивидуальный. Предлагаем вам разобраться в этом важном вопросе и зайти к нам в телеграм-канал. Попасть туда, кстати, очень просто. Вы просто берете мобильный телефон, наводите на QR-код своим смартфоном, который периодически появляется в правом нижнем углу экрана, а дальше пишите свои комментарии в тему сегодняшнего эфира. Расскажите, бывали ли вы в такой ситуации. Может быть, кто-то из одноклассников в этой ситуации оказался. Самое интересное сообщение мы будем зачитывать. Ну и, конечно, в конце эфира выберем одно сообщение одного человека, которому вручим два билета на матч чемпионата Беларуси по футболу, высшей лиге между Минским Динамо и Энергетиком БГУ. Матч состоится 21 мая в 19.00. Ну а пока вы пишите комментарии, предлагаю познакомиться с первым гостем. Виолетта Тепло относится к отчиму. С 5 лет называет его папой. Они много времени проводят друг с другом, даже делают вместе уроки. Виолетт, привет! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, поговорим с тобой на такую не самую простую тему, да? У тебя родители расстались, развелись. Когда это произошло? Ну это произошло где-то, когда мне было, наверное, ну два годика. Но мама сказала, что да, это мне было где-то, ну около двух годиков. Около двух лет, да? Да. Потом появился новый мужчина у нее, да? Да. Расскажи про это. Ну, сначала они развелись, потом она жила одна-одна-одна, потом где-то, когда мне было около трех лет, уже появился новый мужчина. Она нас с ним познакомила, ну а мы общались, гуляли, ну и все такое. А общаешься ли ты с папой? Есть ли у него еще дети? Да, у папы есть дети, у него есть один родной ребенок, а есть еще жена, которую он тоже принял с ребенком. Так, да, мы с ним общаемся, там ходим гулять, с женой тоже я с вами очень хорошо общаюсь. То есть, едим мороженое, катаемся на велосипедах, гуляем в парке. А как часто происходит ваше общение? Это, не знаю, раз в месяц, раз в полгода, либо чаще? Ну, как получится. Я к ним хожу на выходных. Как сложатся выходные, ну так я к нему и пойду. Если там не буду занят, если там кружков не будет, то тогда приду к нему там на выходные. Давай затронем твое взаимоотношение с отчимом. Ты его называешь отчим по имени, либо папа? Сначала я его называла по имени, ну потом где-то я на улице увидела то, что там родители называют, там папа, мама. Потом уже где-то около пяти лет я уже назвала его папой. И так стала дальше продолжать, папой называть. А что вообще сподвигло тебя для того, чтобы ты называла его папой? Может быть, какое-то отношение, его какие-то поступки? Ты же как бы понимала, да, что папа сейчас в другой семье? Ну, да. Ну, все идеи, сейчас вот, которые он девочку принял, она его тоже называет папой. Ну, да, он со мной нормально общался, гулял со мной, поэтому я тоже его решила назвать папой. Ну, наверняка есть истории, где дети не принимают нового члена семьи, будь то мама, папа, да. Как ты считаешь, вот стоит ли им пересмотреть свои взгляды, да? Если да, то почему? Ну, мне кажется, у каждого есть там свое мнение. Там, к примеру, у детей, ну, маленького возраста, но они, мне кажется, ну, не очень сильно понимают, кого называть папой, кого не называть папой. А дети уже более в старшем возрасте, они уже, ну, понимают и пытаются там назвать папой. Ну, могут называть папой, могут нет. Ну, определиться могут. Ну, а ты сама считаешь, вот у тебя такая история произошла, когда тебе там было два года, когда родители разошлись. Это сыграло в положительную сторону с точки зрения того, что тебе легче было принять нового члена семьи? Либо, в принципе, это не имело значения? Ну, да, мне легко было принять нового члена семьи. Пошло в положительность. Неужели никогда, ни разу не возникали какие-то конфликты, недоразумения? Может быть, тебя, ну, пытались чему-то научить, а ты говоришь, ты вообще не папа, почему ты меня учишь? Нет, такого и не было. Ну, если он пытался... У нас только были конфликты, когда, если мы делали уроки. А так, нет. Ну, то, что он говорил, ну, я слушала, хорошо его слушала, нормально. Не было такого, что я не могла сказать, ты мне не папа, там, я не буду тебя слушать. Нет, такого не было. У нас хорошие с ним отношения. Он со мной гуляет, в парк мы ходим, там. А если затрагивать тему твоего родного папы, да, он не ревнует то, что ты чужого человека называешь теперь папой? Этого я не знаю, но мне кажется, нет. Ну, потому что вот его дочка, которая ему не родная, она его тоже называет папой. И ее родному папе тоже мне обидно, когда он называет ее папой, потому что он понимает то, что этот с ним живет, его воспитает, ну, ее воспитает. Потому что мне тоже кажется, что ему не обидно, потому что он, ну, со мной не живет, а отчим он со мной живет, меня воспитает. На твой взгляд, давай поразмышляем, когда приходит новый человек в семью, в частности, отчим либо мачеха, как должны они себя вести, чтобы дети их смогли принять, чтобы они смогли называть их мама, папа, родители в целом? Ну, относиться к ним хорошо, гулять с ними, помогать им делать уроки, к примеру, ухаживать за ними, общаться хорошо, не грубить, просто если бы плохо общаться, то я бы сама не назвала папой. То есть, в первую очередь, это хорошее отношение, человеческое отношение, и это будет способствовать тому, что действительно нового члена семьи смогут принять. Ну, давайте говорить откровенно, это не самый простой период в жизни любого ребенка, принять нового члена семьи, называть его мама либо папа, это действительно сложно. Вика Щелканова, наш корреспондент, решила дать вам несколько важных советов, как пережить этот непростой момент в жизни. Мама рассталась с папой, и ты не успел с этим смириться, как в семье появился новый мужчина? Возможно, тебе нужно будет жить с ним под одной крышей еще очень долго. Поэтому давай разберемся, как найти общий язык с отчимом. Не думай, что он пытается заменить тебе родного отца. Ну, как у тебя в школе? Ты мне не родной отец, что ты вообще спрашиваешь? Какое тебе дело вообще? Не строй себя обиженного или обиженную. Давай поговорим, почему ты не хочешь со мной общаться? Да потому что ты вообще, я тебя ненавижу, ты мне жизнь испортил, вообще испоганил, как ты семью мою разрушил. И не игнорируй любые возможности примириться. Поверь, я ничего не разрушал, я для тебя и для твоей мамы хочу только лучшего. Кто тут пищит? Комар какой-то, что ли, я не знаю. Может, тебе шоколадка хотя бы поднимет настроение. Сейчас ты находишься в позиции недовольного ребенка. А взгляни на ситуацию по-другому. Возможно, отчим не пытается заменить тебе отца. Он всего лишь хочет подружиться и показывает, что ценит тебя и твою маму. Попробуй дать ему шанс. Маш, как у тебя в школе? Да все нормально, дядь Кирилл. Спасибо, что спросили. Ничего без настроения. Да все нормально, правда. Может, тебе сладкое поднимет настроение? Вау, моя любимая шоколадка, спасибо. Не за что. Перестав относиться к отчиму как к врагу, ты можешь заметить, как расцветает твоя мама. В доме царит гармония и любовь. Это куда лучше, чем смотреть, как родитель страдает в одиночестве и несчастье. С приходом в дом отчима могут появиться и сводные братья-сестры. Да они мне не нужны, зачем мне они? У меня все и так прекрасно. И тут вновь ведешь себя как эгоист. Ведь теперь ты не будешь в центре внимания. Но успокойся, присядь и подумай, а плохо ли это? Может, наоборот, хорошо? Ты избавишься от гиперопеки и начнешь становиться чуточку самостоятельнее. Братик мой, как же я тебя люблю. Скорее бы ты вырос уже. Ты обязательно полюбишь нового братика или сестричку. Как бы изначально не пытался этому противиться. И отчим уже станет частью вашей семьи. Но он по-прежнему не заменит тебе отца. Не бойся. Маша, тебе отец звонит. Держи. Привет, пап. Кажется, идеальная картинка. Но тебя все время одолевает мысль. А что, если бы родители все-таки не развелись? Нравится? Думаю, нет. Хорошо, когда в доме царит любовь. И мама с папой рады. Да, они могут быть по отдельности. Но все так же тебя любят. Постарайся принять тот факт, что родители не будут вместе. И сделай шаг навстречу к тому, кто будет рядом с одним из твоих родителей. Агрессия, конфликты, неприятные ситуации. Все это может происходить на первом этапе знакомства с новым членом семьи. Причина, на самом деле, простая. Мы просто не можем привыкнуть к тому, что в нашей жизни что-то резко и очень стремительно начинает меняться. Зачастую мы не были к этому готовы. И вот здесь эти внутренние проблемы начинают проявляться и внешне. Это могут замечать твои друзья, одноклассники, учителя в школе. Как помочь другу, подруге, которая оказалась в схожей ситуации, расскажет наш следующий гость. Степан наблюдал со стороны за непростой ситуацией в семье друга. Помог товарищу справиться с кризисом. Степан, привет. Здравствуйте. Расскажи, что приключилось с твоим другом? У меня был друг, назовем его Артем. У него была очень дружная семья, но в какой-то момент его родители разошлись. К его матери пришел новый муж. И ему, то есть Артему, это не понравилось. Он психовал, кричал, ругался на маму. Но ему сложно было принять все происходящее. Через какое-то время он начал даже делать какие-то пакости этому отчиму. А как ты думаешь, почему он это вообще делал? Ну, я думаю, потому что ему было сложно принять это, потому что это было довольно внезапно и неожиданно. Так, что происходило дальше? Он начал делать какие-то пакости. Как на это реагировали родители, отчим, ситуация? Значит, он начал с небольших, там, разбрасывал одежду, оставлял пятна на ней. Но через какое-то время он начал следить за отчимом и даже в какой-то момент попросил нашу общую подругу обнять его, пока Артем будет их фоткать. Специально, чтобы потом, наверное, показать маме. Показать маме, да. Когда все было готово, я оказался рядом. И когда я увидел, как отреагировал отчим, он отпрянул от нашей знакомой и спрашивал у нее, что она себе позволяет. Мне стало его жалко, и я понял, что это неправильно. Неправильно делать такие поступки, да, вот так подставлять его? Подставлять. Отчима? Да. Значит, в тот день, когда Артем хотел показать маме эти кадры, я позвонил Артему и решил прогуляться с ним. То есть ты изначально, ну, захотел, наверное, с ним поговорить, да, и обсудить эту ситуацию, да? О том, о том, что эти фотки не надо показывать. Значит... Вы встретились. Мы встретились, и я сказал Артему то, что его мама сама решает, как ей быть. Если она счастлива, то не нужно мешать ее браку, но надо смириться, и тем более, что отец никуда не пропадал. Артем принял это и стал спокойнее относиться к отчиму. А он так легко и сразу смог вот эти советы принять? Ну, через какое-то время, да. Ну, то есть, на самом деле, какой вывод мы можем сделать? Если вы замечаете, что у вашего друга происходит похожая ситуация в семье, да, вполне возможно, что помочь можете, в том числе и вы. Здесь очень важно подобрать правильные слова, объяснить, к чему это может привести. Как сейчас разворачиваются их взаимоотношения? Отец... Он общается с отцом довольно часто, насколько я знаю. Но я не особо сейчас общаюсь с ним, со своим другом. Но я знаю то, что у них все хорошо. А с отчимом как у них отношения? С отчимом он практически не общается, но он живет в одном доме, так что он принял это. Виолетта, если бы вот с тобой произошла подобная ситуация, да, как бы ты вообще к этому отнеслась? Либо, может быть, с тобой или там с твоими друзьями, и ты заметила, что они нуждаются в помощи? Ну, не знаю, ну помогла бы, наверное. Но если бы это произошло бы со мной, я бы поддержала бы там маму, сказала бы, ну ладно. Ну потому что, да, отец, он никуда не пропадает, он всегда может быть рядом. Позвонишь ему в трудную минуту, он сможет поддержать. А вот нужно ли, ну не знаю, встревать в подобные ситуации, да? Может быть, ты своими советами еще хуже сделаешь? В итоге и друга можешь потерять? Не знаю, но... Наверное, то, что... Ну есть разные. Там, к примеру, есть отец, может быть злой, может не полюбить своего приемного, там, сына или дочи, может плохо к ним относиться, ну... А тогда, я не знаю, ну можно пойти жить к папе. Ну, а если отец добрый, можно принять его спокойно, если он добрый, пытается, наоборот, с тобой подружиться, тогда, да, можно его принять. Ну, действительно, это важная тема. Ребят, я бы хотел обратиться к вам и сказать, что нерешимых проблем на самом деле практически не бывает. Самое главное, как вы подходите к ней, какие действия совершаете для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию. Я попрошу вас зайти к нам в телеграм-канал и написать сообщения, мысли по поводу подобных ситуаций. Мы обязательно вернемся к нашему интерактиву сразу после рекламы на Беларусь-2. Далее в программе, когда новые связи разрушают старые. Расскажем историю подростка, у которого не получилось подружиться с новой мамой. Почему мачеха всегда злая? Раскроем секрет всех сказок про мать и мачеху. Это Пингот. Оставайся на Беларусь-2. Вы смотрите молодежный интерактивный проект Пинкод. Меня зовут Жан Синкевич. Сегодня обсуждаем важную тему взаимоотношений между детьми и родителями, когда появились новые родители. Мачеха либо отчим. Наш новый герой подготовил для вас еще одну историю. Валерия в хороших отношениях с отчимом. Любит проводить с ним время. Считает его и другом, и хорошим папой. Лер, привет. Здравствуйте. Знаешь, что у тебя хорошее отношение с отчимом, да? Расскажи, как так получилось. Ну, у нас очень хорошее отношение, дружелюбное. Мы очень часто проводим время вдвоем, любим гулять вместе, ходить в парк, кататься на велосипедах, ездить на природу. И всегда прям отношения идеальные? Да, всегда хорошее. А как в твоей жизни появился отчим? Как мама тебе об этом рассказала? Как ты это смогла принять? Прихожу со школы, и говорит мама, у меня кто-то появился. Я спрашиваю, кто. Потом, когда я узнала, кто, что это за человек, я поняла, что этот человек хороший. Я с ним очень долго разговаривала, по телефону все время. И была такая даже история одна. Он приехал к нам, и я его сначала не узнала, потому что он подстригся. И я сначала говорю маме, а это кто? А оказывается, это, ну, то есть мой отчим. Как тебе кажется, вот ты сказала фразу одну, я поняла, что это хороший человек, да? Что нужно сделать именно самому ребенку, чтобы понять, что этот человек хороший? Может быть, какие-то вопросы задать, понаблюдать за ним, вот давай поразмышляем. И вообще, это вопрос, кстати, ко всем. Вы тоже можете свои идеи, ребят, предлагать. Ну, просто что-то узнать побольше. Там проводить больше времени, и ты из-за этого, то, что ты проводишь больше времени, ты больше узнаешь. То есть давай так, резюмируя, можно первый пункт сделать. Это попросить, наверное, отчима рассказать о себе немножко побольше. Чем он занимается, чем он увлекается. Да. Хорошо. Какие, ребята, еще могут быть идеи? Я думаю, что вторым пунктом вполне может быть многочисленные прогулки. И для того, чтобы поближе узнать себя не только по рассказам, а потом, как ты действуешь, ведешь себя, какие у тебя привычки, как он ведет себя там на улице с тобой и так далее. Отлично. Да, второе. И третье. Сможем ли мы придумать что-то? Третье. Как понять, что очень действительно хороший человек? Да. Может быть, посмотри... Да. Есть ли идеи? Ну, посмотри... Сходи с ним в кино, к примеру. Да. Погулять, сходить там в кино, пообщаться. У меня вот есть даже небольшая идея. Может быть, понаблюдать, как он начинает относиться к твоей маме. Да. Какие у них взаимоотношения. Как его мама принимает, ухаживает ли он за ней. Это тоже будет хорошим знаком, действительно, что это порядочный человек. А скажи, называешь ли ты его папой? Я его папой не называю, он для меня друг, но в сердце он для меня как папа. А вот если ты провинишься, ну, что-то произойдет такое, что ты чувствуешь свою вину, либо ты просто хочешь, чтобы тебя пожалели. Ты к кому пойдешь? К маме, либо к отчему? Ну, смотря в каких ситуациях, ну, больше к отчему. Угу. Именно к отчему? Да. И ты сможешь ему прям вот раскрыться. Как обычно он реагирует в эти моменты? Ну, поддерживает, если что-то там не так. Ну, то есть история заключается в том, что действительно поддержка очень важна. Ты слышала, что рассказывал Степа, что произошло с его другом. Как бы ты отнеслась к этой ситуации? Стала ли бы помогать своему однокласснику, либо, наоборот, ты считаешь, что здесь лучше не вмешиваться? Не вмешиваться, потому что главное, чтобы мама была счастлива. А вот ты бы смогла, ну, не знаю, такие пакости, если бы ты понимала, допустим, что это не самый хороший человек, он тебе не нравится, да? И как Степа рассказывал, что его друг начинал делать какие-то мелкие пакости, чтобы навредить. Я бы такого не делала. Угу. Ребят, напишите нам, пожалуйста, в интерактиве, как вы бы поступили в похожей ситуации. Напомню, попасть туда очень просто. Вы можете либо в телеграме, в поисковике набрать пин-код, либо обратить внимание на право-нижний угол экрана. А там периодически во время эфира появляется QR-код. Наведя туда своим смартфоном, фотокамерой, вы автоматически можете попасть к нам в беседу и здесь уже оставлять свои сообщения. Я вижу, что уже есть мысли. Кира, Юлия, Кристина оставили свои сообщения. Мы обязательно их чуть попозже зачитаем. Но мы видим ситуацию, что у тебя все разрешилось хорошо. Да, ты действительно имеешь очень классное отношение с отчимом. Но бывают такие моменты, когда все идет, ну, мягко говоря, по-другому. И вот здесь как раз-таки мы хотим вам показать одну историю, как она может развиваться. А вы, пожалуйста, посмотрите и сделайте выводы. Сводная семья – это непросто. Ведь нужно правильно выстроить сразу несколько типов отношений. Ребенку с отчимом или мачехой, одному из взрослых с неродными детьми, другому взрослому, со всеми участниками процесса. Но заниматься этим готов не каждый. Знакомьтесь, это Маша. Она из Гомеля и всю жизнь воспитывалась только папой. Мои родители развелись. С мамой мы не общались уже 12 лет. Конечно, бывали насмешки со стороны одноклассников. Приходилось посещать психолога, однако помогло лишь время. К слову, и отношения с папой у Маши не близкие. В свою личную жизнь она его не посвящает. А про то, чтобы сходить куда-то и вместе провести время, так вообще и речи не идет. Кстати, знаете, чего девушка хотела больше всего? Маша мечтала окончить школу, поступить в какой-нибудь вуз и переехать в столицу. Что и произошло прошлой осенью. Сейчас Маша учится в университете, а живет в общежитии. Мне очень хотелось уехать от отца. Мне надоела его постоянная строгость. Надоело, что я постоянно что-то должна. Однако взамен не получаю ничего. Ни ласковых слов, как у других людей. Хотела жить там, где тебя любят. А дома даже повеселиться нельзя было. Лишь постоянные приказы. Не хотела сделать ничего. Сначала Маша была очень рада тому, что теперь не живет с папой и может делать, что хочет. Но счастье это было недолгим. Случилось то, чего наша героиня никак не могла ожидать. В одни выходные Маша поехала домой. Когда зашла в квартиру, поняла, что тут она не одна. Только вот ни вещей, ни отца дома не было. Зато незнакомый человек спокойно ходил по дому. Позвонила папе. Он сказал, что нашел другую женщину. И они собираются пожениться. Она из другой страны. Нашу квартиру в Гомеле решили сдать. В этот момент я потеряла не только дом, но и отца. Получается о том, что у нашей героини появилась мачеха, Маша узнала по телефону. А про то, что в квартире уже кто-то живет, узнала, когда сама приехала домой. Сначала я решила не драматизировать. Подумала, может, у меня наконец появится любящая и заботливая мама. Однако на все мои попытки подойти к ней, поинтересоваться, узнать, какое у нее хобби, подарить цветы, она отвечала очень холодно. И в этот момент я еще больше отдалилась от папы. Чего бы тебе хотелось? Наверное, мне бы хотелось внимания, общения и шагов навстречу. Выстраивать отношения с неродным ребенком, особенно когда он уже взрослый, сложно. Но что, если каждый в семье будет искать возможности найти общий язык? Кажется, только при таких условиях все получится. Вот, посмотрев наш интерактив и те сообщения, которые вы пишете, я бы обратил внимание на Юлию Субботину. Она пишет, ох, какая сложная тема. Действительно, тема непростая и сложная, но разобраться в этом нам точно поможет наш следующий гость. Дмитрий Гуща, психолог, консультант по гештальтерапии, помогает найти гармонию в семейных отношениях. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Вы за кадром наблюдали сюжет, историю героини. Подскажите, как бы ей следовало поступить в этой ситуации? Да, наблюдал за историей. История достаточно грустная, даже драматическая. И героиня у меня вызвала очень много уважения своим мужеством и вот как стойко она выносит эту историю. Хотелось бы сказать, что такая кризисная в ее жизни ситуация достаточно сложная, потому что для подростка и для любого ребенка семья является таким островком безопасности, оплотом безопасности, куда ребенок, подросток, выходя во внешний мир, возвращается и получает поддержку, любовь, заботу. У нашей героини этого, к сожалению, не было. И ее попытки наладить отношения с отчимом, наладить отношения с отцом не увенчались успехом. И что я мог бы порекомендовать в этой ситуации? Ну, во-первых, хочется, как бы не оценивать, но сказать, что она достаточно большая молодец. Она поступила в институт, она переехала в город, который хотела. И, возможно, важным было бы принять тот факт, что, как бы это грустно и печально не было, что отношений с отцом и с матерью может и не случиться. Но есть много других людей, которые могут помочь ей научиться выстраивать вот эту близость. Это друзья, это, возможно, какие-то хобби, что-то еще, что может дать ей эту поддержку в жизни и получить вот эту близость, любовь, в которой у нее есть потребность. А как вы считаете, вот кто виноват в том, что отношения не сложились? Родители, мачеха, сам ребенок? Я, вы знаете, что стараюсь не искать виновных в таких ситуациях. Родители поступили ровно настолько, насколько могли поступить ввиду своих там особенностей воспитания. Поэтому, если бы они могли лучше поступить, они бы однозначно поступили лучше. Но здесь я делаю акцент на нашу героиню, что она очень мужественная и достаточно большая молодец в этой ситуации и в том, что она не поддалась каким-то слабостям, как можно было бы поддаться в эту ситуацию, а пошла по пути своего роста, развития. Институт, другой город. Я ребятам сегодня задавал этот вопрос, хочу адресовать его и вам. На ваш взгляд, какие шаги необходимо делать для того, чтобы наладить взаимоотношения с новым членом семьи, не важно, это мачеха либо отчим? Важным моментом является желание вот эти отношения выстроить. Это уже, скажем так, половина дела. Вторым моментом является, ну, это как знакомство с новым человеком. Это мало того, что не просто приятель на улице, с которым пообщались, и он появился в жизни, может уйти. И здесь, как бы, ситуация, что появляется в жизни человек, совершенно новый человек, с которым нужно будет жить и как-то, ну, выстраивать границы свои, комфортную жизнь свою выстраивать. И общение. Говорить о своих чувствах, говорить о своих эмоциях, о своих переживаниях в этой ситуации. И это, ну, поможет в самом условии выстроить контакт, выстроить отношения, и лежит вот выстроить. То есть это по кирпичику, по, как вы говорили, мне очень отозвалось ходить вместе куда-то. То есть это хорошая рекомендация? Отличная. Я считаю, это отличная. Совместная какая-то деятельность, она объединяет и знакомит новых членов семьи с детьми, формирует какие-то новые вот совместные действия. Прогулки, кино, мороженое, может, там, для мальчиков футбол, ну, все что угодно. А вот обязательно ли выстраивать эти хорошие отношения? Может быть, тебе просто действительно человек, ну, вот ты понимаешь, что он тебе неприятен, он тебе не нравится, да? То есть ты должен через силу все равно принимать это, или ты действительно можешь относиться к нему, ну, так, как считаешь нужным. Это очень тонкий момент, да, но важный. Тонкий важный момент. Здесь два критерия. Мне вот очень это звались, вот, слова всех ребят, история твоего друга, Степа, о том, что, как ты проявил вот в отношении к другу уважение к, и подсказал ему, что нужно уважать отношения между его родителем, пускай они достаточно сложные. И важный момент является, ну, вот, простите, не гадить, да, то есть уважать, что это выбор моего отца или матери, вот, и не обязательно там принимать, а, ну, как-то комфортно сосуществовать в семье, не мешать и уважать, скажем так, нового члена семьи и не давать в обиду себя. Ну, вот, какая-то такая тонкая нить, которая выстраивается в процессе вот взаимодействия. Хорошо, вот как поступать? Смотрите, есть два варианта развития ситуации. Приходит новый член семьи, ты начинаешь это переживать внутри. Да. И что вот здесь делать? Нужно эти переживания оставлять в себе, либо находить кого-то, кому ты хочешь их рассказать и поделиться. Являясь психологом, я, безусловно, рекомендую не оставлять в себе, если есть друзья, если есть какие-то, если есть возможность пойти к тому же психологу, ключевое здесь вот переживать, переживать. Самое важное пережить эту ситуацию, потому что она может вызвать разное. Это новая ситуация, она сложная и она вызывает различные защитные вот механизмы, как у твоего друга, да, это злость. Злость – это как реакция защищая свои какие-то вот боли. То есть ему больно внутри, он защищается злостью и делает такие гадости. Вот. Важно делиться этим, переживать, плачется, плакать, смеяться, смеяться. И тогда ситуация разрядится и появится возможность появиться чему-то новому. Давайте обозначим то, что этот вопрос решается не быстро, да, то есть это не за день ты начнешь относиться к очему, либо к мачехе совершенно по-другому, да, это может быть неделя, месяц даже. Это может быть и не месяц, это могут быть годы. И ситуация может развиваться как от достаточно конфликтной и ненавистной друг к другу, и через какое-то время она может трансформироваться в дружеские, какие-то комфортные отношения. Наши зрители, которые смотрят нас в прямом эфире, тоже присылают свои сообщения, свои переживания и боли. Я предлагаю прямо сейчас ответить на некоторые из них. Что в этой ситуации можно сделать? В этой ситуации можно сделать не давать в обиду себя и уважать границы других. И важным моментом не обязательно, как вы сказали, принимать ситуацию, принимать отчима, строить близкие отношения, если этого не хочется. Потому что это ломать себя и рано или поздно это приведет к каким-то внутренним конфликтам, болезням, стрессам. Поэтому здесь важно говорить о том, что происходит, говорить о том, чего я хочу, чего я не хочу. и таким образом строить отношения. А вот в разном возрасте эта ситуация по-разному воспринимается ребенком? Да. В подростковом возрасте скажем, подросток это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Это такая третья, скажем, субличность. В раннем возрасте сложнее. У ребенка нет выбора. Потому что родители для него это могущественные такие фигуры, обеспечивающие безопасность. И ребенок боится страшно. Для него вызывает ужас потерять родителям. Поэтому он будет всеми способами подстраиваться под родителей. А более старшим? В более старшем более свободой появляется. Появляется энергия, агрессия, появляются друзья, окружение. И ребенок может в принципе, то есть как уйти из дома, то есть у него появляется больше свободы в действии. У нас есть еще история, да, я предлагаю ответить и на нее. У моего отца появилась женщина. Я к ней отношусь нормально. Но они все ждут, что я назову ее мамой. А с родных сестер приму как родных. Но у меня есть мама, я с ней очень хорошо общаюсь. А мне язык не поворачивается назвать мачеху мамой. Как быть? Итак, как же быть? В этой ситуации важно говорить про свои чувства. Говорить, что это неприятно. Говорить о том, что не хотелось бы ломать себя. И я, допустим, пока не готова называть кого-то своей матерью, кого-то своей сестрой. Возможно, в будущем это изменится, но сейчас это так. И я считаю защищать себя и вызывать к себе уважение со стороны родителей к своим потребностям. Ну, вот вы сказали называть кого-то своей сестрой, своим братом. Да, действительно, про сводных братьев и сестер есть отдельная история. И мы нашли вот такой ролик, который хотели бы вам показать. Боченька, мне надо с тобой поговорить. Пап, что-то случилось? Нет, милая, все хорошо. Я просто давно хотел тебе сказать, но все не решался. Твоей мамы уже нет как шесть лет, и я должен двигаться дальше. В общем, я встретил девушку, и она замечательная. Пап, я так за тебя рада. Так вот, теперь она со своей дочкой будут жить с нами. Ты же не против? Нет, что ты? Конечно, не против. А когда они придут? После обеда. Как ты вернешься со школы, они уже будут тут. Пап, я уже дома. Они уже приехали? Да, пойдем на кухню, я вас познакомлю. А вот и моя дочь, Маша. А это Ирина и ее дочь Катя. Очень приятно. И нам, Машенька. И нам. Мам, скажи ей про комнату. А что с комнатой? Мы тут пока тебя не было, выбирали, где будет жить Катенька. Ей понравилась твоя комната. Но ты же не будешь против, если она ее займет. Ну, а где тогда мне жить? Не переживай, решим что-нибудь. Это история про личные границы, наверное. Как здесь стоит поступить? Здесь стоит отстаивать свои личные границы, разговаривать с отцом, поскольку здесь самая ближайшая фигура это отец, которому можно получить поддержку. Отстаивать свои границы, говорить о том, что находить компромиссы в этой ситуации, делить как-то комнату, говорить, что я не хочу ухудшения своих условий жилых, я хотела бы жить как-то, ну, не хуже. Да, я принимаю ситуацию, чтобы появилась снова у меня сестра, но мы можем поделить вместе комнату как-то. Ну, здесь интересная ситуация была, вроде бы папа поступил правильно, так красиво, четко и аккуратно, преподнес и в тот же момент совершил ошибку, да, когда допустил возможность того, что дочке комнаты уже кто-то займет. Вообще, когда появляется мачеха, у нас есть некий стереотип, что мачеха это злой персонаж, наверное, это связано со сказками, с фильмами какими-то, да. Давайте попробуем разобраться в этом более подробно. Все в детстве читали сказки, в которых фигурировала злая мачеха. Обратите внимание, мачеха всегда была злой, тот без вариантов. Доброй мачехе не встречалось ни в одной сказке, хотя в жизни таких хоть отбавляй. Но почему в сказках только злые мачехи? В фольклоре всех народов мира есть сказки про злую колдунью, которая нападает на родную мать ребенка и занимает ее место. И вот где-то вдалеке от дома несчастная мать не может ни рукой, ни ногой шевельнуть. А злая колдунья в это время на ее месте сидит. Ее мужа целует и ее ребенка нянчит. И ни один взрослый человек и понятия не имеет, что произошла подмена. Только ребенок точно знает, что вместо матери чужая женщина. Но откуда ребенок об этом знает? Ведь при чужой он также сыт, одет, обут, как при родной. А то и получше, ведь чужая очень старается сойти за свою, родную. И игрушки у него, и все, что душе угодно. И оказывается, что все дело в любви. 9 месяцев ребенок растет, неразрывно связанный с материнским телом. И мать не просто источник питания, она вся его жизнь. И вот в один момент он рождается и лишается привычного и безопасного места. Именно поэтому дети помладше очень любят тактийность, объятия, щекотку и просто держать за руку маму. Потому-то и вся ложь в сказках быстро вскрывается. Если ребенок не ощущает любви, значит, перед ним не мать, а мачеха. А тот человек, что не любит, никак не может быть добрым. Но в самом-то деле, если доброе, то почему не любит? А если чувствует любовь? Однозначно мать. Дмитрий, предлагаю с вами тоже обсудить этот вопрос. Почему получилось так, что мачеха – злой персонаж? На ваш взгляд. На мой взгляд, злой персонаж, потому что есть стереотип такой, мать – это святое. И, соответственно, когда приходит какая-то женщина, которая заменяет мать, складывается у ребенка ощущение, что у него как бы маму забрали и кем-то заменили. И поэтому автоматически приклеивается стереотип, что она злая. Ну, предлагаю вот в этой проблеме разобраться чуть побольше и узнать ответы у нашей следующей гости. Полина, с детства интересуется психологией. Советчик для своих друзей. Считает, что все проблемы в семье можно решить рационально. Полина, привет. Здравствуйте. Мы тебя позвали не просто так, да? Зачастую подростки как раз-таки идут делиться своими переживаниями, возможно, не к родителям, а к сверстникам, одноклассникам, друзьям. Давайте моделируем такую ситуацию, что вот к тебе пришла подруга, у которой подобная ситуация, то есть в семье появился кто-то новый, у них все серьезно. Как бы ты посоветовала, если бы она рассказала тебе эту историю, вести? Ну, знаете, у меня действительно была такая ситуация, поэтому я уже знаю, что можно посоветовать. Во-первых, никогда нельзя винить в сложившейся ситуации себя или одного из родителей. Что, во-вторых, можно сказать, это то, что желательно сохранять нейтральную сторону, то есть не принимать в сторону папы или не принимать в сторону мамы, ведь можно общаться с обоими родителями, никто из них не пропадает из твоих жизней, они всегда будут рядом и всегда будут готовы тебя поддержать. Третье, можно сказать, что у нас у всех есть друзья и близкие друзья, то есть если у тебя есть какие-то переживания, ты можешь поделиться этим со своей близкой подругой или записать, например, в свой личный дневник какие-то переживания, даже можно создать целый список того, что тебя волнует, но главное не держать в себе эту проблему. Также есть такие ситуации, когда в семье появляется новый брат или сестра. Это уже более сложная ситуация, потому что принять второго ребенка, нового брата или новую сестру, это действительно сложно, ведь это твой сверстник, это что-то более похожее на тебя, чем просто второй родитель. И нужно искать пути, чтобы сложился контакт. Искать пути, кажется, вроде звучит просто, да, что пошагово можно делать? Я сегодня задавал вопрос всем гостям, да, как понять, что твой новый родитель, он хороший человек, и как наладить с ним коммуникацию? Мне кажется, можно искать общий интерес. То есть, это смотреть фильмы вместе, слушать музыку, искать, что вам нравится, что-то делать вместе, ходить, гулять, кататься на роликах, например. Ну, а не будет ли пугать, вот так, кто должен предложить эту, кстати, инициативу, подросток или новый член семьи? Мне кажется, что инициатива должна быть с двух сторон, потому что важно проявлять инициативу, ведь если оба будут сидеть и молчать, то отношения не сложатся. Дмитрий, как вы посоветуете поступить в этот момент? Предлагать инициативу либо ждать инициативы от нового родителя? Я часто сталкиваюсь с этими ситуациями, и чаще всего инициатива исходит от взрослых, потому что ребенок, он в зависимой позиции находится, и чаще взрослые это либо отец, то есть близкая фигура к нему, либо мачеха, там, отчим, они, от них исходит инициатива. Дальше можно уже как-то, когда инициатива проявилась, сходили куда-то вместе погуляли, повзаимодействовали, дальше может исходить инициатива там уже и от самого подростка, ребенка. Ну, понятное дело, что ребенку все-таки сложнее проявлять инициативу, наверное, потому что это что-то новое в твоей жизни, и тебе сложно это даже принять и ужиться. Но есть такие истории как раз-таки вот этого принятия, и есть эти истории в нашем интерактиве. Кира пишет, у меня есть отчим. Следующее сообщение, обратите внимание, он лучший человек на свете. Я его очень люблю, и он меня любит, он много у меня научил, в отличие от моего настоящего папы. Есть такие родители, которые реально любят своих детей, и они никогда их никому не отдадут, а есть те, кто смогли их родить, и им все равно, что у ребенка. А третьи родители, которые, возможно, не могут иметь детей, и идут, берут ребенка из детского дома, и они любят его и воспитывают как своего. Так что родитель либо дает жизнь, либо делает то же самое и воспитывает ребенка так, как считает нужно. Вот это хорошая история, это то, что Кира говорит, это значит, что она приняла этого человека, а это действительно, мы сегодня говорили об этом непросто. Давайте еще почитаем сообщение, которое у нас есть. Дмитрий пишет, здорово, что мы поднимаем такие важные темы, считаю, что если уж такое произошло между взрослыми и детьми, то ни в коем случае не должны страдать ни одни, ни вторые. Нужно в первую очередь сесть и поговорить с ними, все обсудить, а уже потом выстраивать как-то дальнейшую свою жизнь, вовлекая по максимуму своего ребенка. Это рабочий лайфхак? Да, я хочу оговориться, что важной потребностью и желанием любого ребенка, любого подростка, раннего ребенка, это потребность в любви. И важным моментом у взрослого это желание отдавать, делиться любовью. И если есть вот это вот желание делиться, то тогда этот взрослый, он найдет контакт с ребенком, он будет делиться любовью, они будут вместе находить какие-то точки соприкосновения, и у них все получится. Я хочу поблагодарить тех гостей, тех зрителей, которые пишут свои комментарии. Напомню, что в конце эфира мы выберем зрителя, которому вручим два билета на матч чемпионата Беларуси по футболу между Минским Динамо и Энергетиком БГУ. Поэтому активизируйтесь, добавьте свои мысли по ходу эфира, а пока прервемся на небольшую рекламу. Далее в программе «Звезды-мачехи». Узнаем, кому из селебрити удалось стать примерным родителем. И определим, кто получит завет, и пресс за лучший комментарий интерактива. Это Пин-код. Не переключайтесь. Вы смотрите молодежный интерактивный проект «Пин-код» на телеканале «Беларусь-2». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Жан Синкевич, и мы сегодня обсуждаем сложную тему, важную тему. Это когда в вашей семье появилась новая мама либо новый папа. В эти моменты тебе кажется, что такая ситуация почему-то произошла только с тобой. Во всем мире с этим никто не сталкивался. Но на самом деле даже мировые звезды были с этой проблемой очень близко. Еще с детских сказок мы привыкли считать, что мачеха – это очень злая женщина, которая только мечтает о том, чтобы навредить своему пасынку или падчерице. Но в жизни все может складываться по-другому. Расскажем вам, какие знаменитости смогли наладить отношения с детьми своих избранников. Гвинет Пелтру или Пеппер Поттс из «Железного человека» вышла замуж за Криса Мартина, фронтмена группы Coldplay. У Криса на момент свадьбы уже был сын от предыдущего брака. Гвинет старалась установить хорошие отношения с сыном Криса. Ее и вправду можно было назвать хорошей мачехой. А еще она назвала своего первого ребенка от Криса Мартина именем Мозес в честь песни группы Coldplay. В 2016 году Гвинет и Крис развелись, но актриса по сей день хорошо общается с пасынком. Я буду вместо 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 нее Твоя невеста честна честная ее Ковица Глюкоза уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Для мужчины этот брак второй, а от первого у него есть сын Александр Чистяков-младший, с которым Глюкоза сразу же нашла общий язык. Сам мальчик признавался, что никогда не воспринимал певицу как мачеху. Для него она в первую очередь друг. Муж Глюкозы поделился, что благодаря мудрым советам супруги ему удалось избежать многих ошибок в воспитании сына. Келли Кларксон еще до рождения своих детей уже можно было назвать опытной мамой. И все благодаря двум детям ее мужа от предыдущего брака. На церемонии бракосочетания Келли Кларксон и Брэндона Блэкстека присутствовали лишь двое гостей. Это были Саванна и Сет «Дети жениха». После этого бывшая жена Брэндона похвалила Келли. «Лучшей мачехи для своих детей я просто не могла пожелать», сказала Мелисса Ашвард. Услышать подобное признание дорогого стоит. Давайте пробежимся как раз таки про звезды, которые я анонсировал. Вот красавчик, голливудский актер Уилл Смит действительно столкнулся с такой проблемой, когда родители развелись и ему пришлось принимать нового папу либо нового маму. Леонардо Ди Каприо наверняка известный вам актер, который считается голливудской звездой и снимается во множестве фильмов, тоже переживал очень тяжело развод родителей. Эдди Мерфи, здесь этот герой скорее будет больше знаком вашим родителям. Казалось бы, человек всю жизнь снимался в комедийных сериалах либо комедийных фильмах, но его родители также разводились. Хотел бы спросить у всех гостей, как вы считаете, если кто-то из наших зрителей оказался в подобной ситуации, один простой шаг, который ему нужно сделать, чтобы наладить отношения? Ну, для начала мне кажется, нужно принять это, осознать то, что это действительно произошло, это не сон, это не пройдет через день или через два. Нужно попытаться принять и двигаться дальше. Принять, отлично. Я соглашусь, что принятие ситуации, того, что это уже не изменить, даст возможность появиться чему-то новому и дальше разговаривать и так далее. Развивать хорошие взаимоотношения, стараться как-то налаживать контакт, находить, как я уже говорила, пути. Да, использовать разные способы. Использовать разные способы к тому, чтобы находить контакт. Да. Мне кажется, тоже наладить, как-то, чтобы было все хорошо, как-то пытаться разговаривать о чем-то и будет все хорошо. Будет все хорошо. Да, я тоже полностью согласна со всеми, то, что надо больше общаться, проявлять с обоих сторон друг к другу внимание. Вот обратите свое внимание на то, что у нас здесь в студии разный возраст героев, разный социальный статус, но все сходятся к одной простой мысли, что действительно нужно разговаривать, нужно находить точки соприкосновения, ведь кто знает, действительно, возможно, этот новый родитель, это хороший человек, который желает вам в первую очередь самого лучшего. Если всегда у вас возникают сложные моменты, знайте, что со вторника по пятницу идет молодежный интерактивный проект Пинкод, который поможет решить ваши задачи, но я напомню, что мы сегодня должны определить комментарий, который получит два билета на матч чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге между Минским Динамо и Энергетиком БГУ. Матч пройдет 21 мая в 19.00 на Олимпийском стадионе Динамо. И мне кажется, вот комментарий Киры, которая рассказала, что у нее есть отчим и она считает его самым лучшим человеком на свете, действительно достоин этого, поэтому, Кир, я прямо сейчас лайкаю твой комментарий, мы свяжемся с тобой и вручим тебе эти два билета. И кто его знает, что если первый билет будешь использовать ты, то почему бы именно отчиму и не отдать второй билет и вместе не поехать в Минск для того, чтобы получить удовольствие от футбола, который будет проходить на столичном стадионе Динамо. Спасибо вам большое, что вы поделили своими историями. Я знаю, что каждому из вас было это непросто сделать ввиду возраста, ввиду ситуаций, которые с вами произошли, но вы большие молодцы, вы уже герои, что оказались в прямом эфире, рассказали это на всю страну и я уверен, что вы найдете зрителей, которые напишут вам личные сообщения и будут вас поддерживать. Помните, не бывает нерешимых ситуаций. Все в порядке, а если что, пин-код поможет. Меня зовут Жан Сенкевич. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова